Искусство татуировки Но начиная с 30-х годов, милиция уже Советского Союза была вынуждена изучать татуировки. Они обретали все большее значение в уголовном мире. Обыски делали. Люди до гола раздевались там, смотрели, обыскивали. Я вот там впервые увидел эти татуировки. Это меня очень заинтересовало. Я тогда стал их рисовать. И вот сейчас у меня, вот, пожалуйста, собрал. Здесь около 700 женских татуировок. И приблизительно тысячи две у меня сейчас мужских татуировок. Бывшего тюремного опера майора Данцика Балдаева уже нет в живых. Это интервью записано в 95-м году, еще до того, как Балдаев издал свою знаменитую книгу татуировки заключенных. Был такой случай. Когда одного в горе хотели расстрелить, и когда он родился, то посмотрели, что у него такая наколка, как в рожде октября. И ему сохранили жизнь. Сказали, нет, сейчас с ним, говорит, Балдаев, пусть живет. Вот так. И вот это вот распространилось во всем лагерям. И якобы, если он имеет татуировку с вождями пролетарской революции, там, Маркс, Ленин, Эндельс, там, так далее, так, то есть их не расстреливают. Ну, это чепуха, это заблуждение. Стреляют в голову. А я вот такой татуировки не видел никогда на шее. Там написано что-то, да? Невиновен. Написано. Да это по малолетству. Это как... С приятелем мы сидели в камере. Ну, заслужили, да, там, вымогнули, нас закрыли в карцер. Малолеткам больше десяти суток карцера не давали. На нас... А в то время же были воспитатели, у малолеток на тюрьме. Был там такой колотун воспитатель. Вот он дал двадцать суток. А за раз нельзя. Поэтому десять суток отсидели, выводят на одну ночь в камеру, поспать на матрасе. Сутки проспал, потом еще на десять можно. И мы, короче, как, десять суток отсидели, пришли, только матрасы раскидали. Соседняя камера с другой камерой по погоде разговаривает. Ну, кричат. Колотун подлетает, говорит, вы разговариваете. Я говорю, да мы не виноваты. Он говорит, нет, вы, и все. И все, и опять нас увел, короче, даже ночь мы на матрасах. Ну, раз не видно, что... А, он говорит, по вам не видно, что вы не виноваты. Ну, раз не видно, все, мы каблук сожгли, там, скрепку заточили. Я приятелю наколол, он мне, и все. Чтение татуировок – это искусство, даже не всякий сидевший им владеет. Все зависит от контекста. Женская голова на руке или на груди – знак инициации, вступление малолетки в воровское сообщество. А такая же голова на животе означает, что перед вами проститутка, неважно какого пола. Роза, бокал вина, колючая проволока, кинжал – тоже знаки инициации. Кресты на теле могут означать и количество ходок, и воровскую масть, и клятвы мести, и просто обереги. Купола церкви – одновременно и оберег, и количество ходок. Ангелы – изображение Господа, Богоматери, обереги. Череп – либо принадлежность к зоновским авторитетам, либо символ смерти. Роза ветров на коленях означает, не встану на колени перед законом. По первой судимости, ну, приходит в зону, и у него татуировки воровские, допустим. Кресты, черепа, ангелы, там, это, Иисус Христос. Ну, это, у него сразу спрашивают. За наколки отвечаешь? Ну, значит, ну, не знаю, другой первый раз попадает, так. Стадия 206-я. Ну, это хулиган. Ну, раньше была 74-я. Вот тебе, ну, его, конечно, отрихтуют как следует. Ну, это, там, мордобой – это обычное явление. Так его, так, поддадут. А вот им говорят, вот, стекло, нож, кирпич, наждачная бумага, все, что угодно. Через три часа, чтобы не было этих твоей татуировки. И вот, или он сам, или ему кто-то попросит, и вот сдирают, аж кожа трещит, там, прышит, кровь течет, там. Ну, иногда и в больницу попадал человек после вот этого. Ну, зато это урон для всех. Ну, это равносильно тому, что, вот, взять самому себе звание присылать, воинское, или, там, генерала, там, и все прочее. Ну, то есть, авторитет, так как говорится. А вот у вас на плотном груди когда-то делали? Перед крещением. А что знак для этого? Это грехи мои. А до этого вы не делали так? Нет, конечно. Нельзя же этого делать. Меня и попа еще за эту поругал. Палка говорит, дам счастье. Это нельзя делать. Я говорю, это же ничего, Иисус с крестами. Ну, черные кресты и белые кресты. Там разберемся. Виталий, сидящий не первый раз и не первый год, и по тяжелой статье, так и не показал нам свою татуировку. У миллионов живописных шедевров, которые носят на себе граждане нашей страны, есть одно общее. Все они делаются добровольно. Почти все. За одним исключением. Поросячьи мордочки, слова Чушок и Маргаритка выкалывают насильно, не спрашивая согласия. Это знаки того, что их обладатель определен в низшую касту тюрьмы. В опущенные. В тюрьме жизнь очень однообразная, и дико не хватает развлечений. Поэтому развлечением служит измывательство над вот этим доверчивым молодым. Развлечением служит склонение к пидорасте какого-нибудь мальчонки. Это делается не силой и не всегда побоями, разговорами, улещением. И вся камера за этим следит, и такой тотализатор. Поэт и писатель Игорь Губерман был в 79-м году арестован по обвинению в незаконной торговле иконами. А на самом деле за издание журнала «Евреи в СССР». Осужден на пять лет. Вел в лагере дневник, который потом стал книжкой. Прогулки вокруг барака. Сажали тогда очень многих за политику. И чтобы на Западе, не дай бог, не подумали, что у нас здесь вал политических процессов, давали уголовные статьи. Ну, например, за наркотики. А вот Игорь Губерман, знаменитый поэт, сел за скупку краденого и оказался барыгой. Сегодня все знают, что такое четверостишие Игоря Губермана – Гарики. Гарик – это потому, что его в быту зовут Гарик. Гарик Губерман. Так вот, в числе прочих, у него есть очень хорошие с тюремным оттенком. Например, Россия – странный садовод, и всю планету поражает. Верша свой цикл – наоборот. Сперва растит, потом сажает. Твоя жизнь начинает зависеть от каких-то очень странных вещей. От того, в какую камеру ты попал. Ну, вот я бывал в пяти или в шести камерах. Были камеры, где достаточно всего двух таких кристаллизаторов. И в камере идет постоянная война, драки. И вот при мне бритвы зарезали мальчонку. При мне одного мальчонку избили и стоптали. А поскольку уже бежала охрана, то еще заставили каждого в камере. Нас было много. Нас был человек двенадцать, пятнадцать. Ударить его один раз ногой, чтобы все были повязаны круговой порокой. Страшно было смотреть на тех, которые сидели по сто семнадцатой статье. Их же сразу моментально превращали в петухов. Поэтому страшно было на них смотреть, как над ними издевались и насиловали. И многое повторяю. Но все это все-таки при большом количестве народа как-то можно было спланировать свою жизнь. Даже вот эта постоянная готовность к защите. Не дай бог даже слабинку. Не то, что не выживешь. Для людей моего склада это было бы самоубийство какое-нибудь. В результате, если бы попасть в лапы каких-то издевательств. Самое страшное в тюрьме и на зоне стать опущенным. Общаться с опущенными западло. У них своя посуда. Они не имеют права ни к чему прикасаться. Их место у параши. Прикасаясь к тем вещам, которых касался опущенный, существо низшего порядка превращаешься в такого же. Я видел огромных мужиков, которых приблизительно за месяц превращали в педрастов. У многих, и вот я думаю, что у здоровых особенно, это зависит от чудовищного чувства голода. Потому что подголадывание дикое. Кормили немыслимо плохо. Ну, немыслимо. Но умереть нельзя было с голоду. Диэстрофика было очень мало. И вот такие вот здоровые люди, которые особенно нуждались в подпитке, ходили на кухню и рылись в помойных кучах за кухней. Это предел падения, так сказать. Вот их очень быстро обращали. Отношение тюремной администрации к опущенным бывает разным. В одних зонах, например, в Абухове под Петербургом, их объединяют в отдельный отряд, чтобы не соприкасались с остальными осужденными. А в другой зоне металлострой. Отселить опущенных не получилось. Среди них сразу же началось расслоение и свое деление на касты. Так среди опущенных появились свои опущенные. Зоновская иерархия. Раньше и не было, и никто даже не обижал их, как бы так вот, что они опущенные. Но если он уж находится в этой категории людей, ну и ради бога, лишний раз ему никто не подчеркнет, это не это. Если он осознает там свое, не переступает те или иные грани, определенные его положением. Никто ему даже не будет, Господи. Ну и используют его там, может быть. И то опять-таки с его согласия. А общаться, почему же не общаться? Здесь-то мы общаемся, прибегаем к их услугам, попросишь, там где-то убрать, что-то куда-то сходить, там или что-то сделать, там какая-то там. Есть работа, там вещи какие-то, которые, знаете. Так что, особого-то такого к ним, ну есть какая-то определенная черта, которую они не переступают. И ради бога, пусть они живут, те же люди, ну жизнь, она и есть жизнь. Опущенным поручается самая грязная работа, на которую приличный язык не согласится никогда. Кстати, опущенный это не обязательно тот, с кем совершили акт гомосексуализма. Это может быть просто человек, нарушивший зону вскрытия законы и отвергнутый остальным сообществом. Вот вор в законе. Значит, если он совершил преступление, его режут. Его проигывают, его режут. Если он совершил проступок, его землят. Землят, это ритуально, его держат за голову. С него снимают штаны. И не обязательно, так сказать, де-факто, до конца. Достаточно прикоснуться. Он опущенный. Все. После этого он одевает штаны. Ну, Витек, ну ты понимаешь, ты сам. Да, ну что вы, ребята, ну я все понимаю. После этого он подходит к предзоннику. Я в натуре буду ломать. Ты е... На! Переходя через пидзонник у солдата. Все права. Автоматная очередь. Жить с этим нельзя. Жить с этим нельзя. Вору. 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 Он еще начальником ГУВД был в Гондурасе. Так при нем урки не озоровали. Вот так всех держал. В лицо этого очень известного человека мало кто знает. Зато голос его знаком почти всем. Дмитрий Пучков. Он же Гоблин. Знаменитый переводчик знаменитых фильмов. Да ведут баба и кабаки до Тугунбера. О тюремном бытии и нравах заключенных Гоблин знает все. Потому что был тюремным оперативником. Тюрьмы они очень разные. Сами помещения. Способы общения тоже разные. Можно там орать через стену. Можно приставить кружку. Кричать в кружку. А с той стороны тоже приставляют кружку и слушают. Можно стучать. Там перестукиваться. Это сложнее. И такой. Очень долго. Ну там скучно, конечно, заняться нечем. Поэтому стучать можно сколько хочешь. Кормовушки в дверях открывают. При раздаче пищи можно там тихонько переговариваться. Снаружи, между камерами там. Если окно открыто, то там ниточку с грузиком. Один эту ниточку раскручивает с грузиком, а другой в соседней камере ее ловит. Почта тюремная не вчера придумана. И все только развивается и развивается. Ну и, конечно, зависит от конкретных условий тюрьмы. Расположение окон, заборов и так далее. Вот в питерских крестах, где заборы довольно близко от самого тюремного здания, популярны были раньше, не знаю, как сейчас, катапульты. Похожие на детские рогатки. Что потребно для катапульты? Резинка из мужских трусов всегда найдется. Куски простыни, связываемые в длинную веревку. И грузик. Ну вот тут батарейка. А дальше обычная рогатка за забор стреляется. Там родственники стоят, ждут вашей передачи. Выстрелили. На том конце привязывают полученные веревочки, например, мешочек со спиртом. Вы его аккуратно втягиваете в окно камеры, и вся камера пьяна. Сегодняшние заключенные гораздо реже сидят в переполненных камерах, чем это было, например, в начале 90-х, когда спали по очереди из-за того, что в камере на 40 человек сидели 70. Это сейчас арестованных впервые сажают вместе рецидивистов отдельно от них, отдельно сидят убийцы, отдельно экономические преступники. А раньше первоходка мог запросто попасть в камеру к матерым уголовникам. У входа в камеру бросают полотенце. Лежит на полу, как половая тряпка полотенца. Вот заходит человек, один его берет и поднимает, и сразу понятно, что он к преступной среде не имеет никакого отношения. А другой заходит и немедленно вытирает об него ноги. Вот это уже выражает отношение к окружающим, к обществу, к принятым правилам, к приличиям. Вот вытирает ноги, потому что если оно лежит на полу, значит оно запомоенное, с пола его подбирать нельзя, и оно предназначено только для того, чтобы вытирать об него ноги. Переступил полотенце, получил сразу. Нельзя переступать полотенце. Ну, всяких приколов, ну, знаете, все эти, с батареями, со швабрами. Со швабрами. Ну, настрой сыграю, сыграю на гитаре, там, сыграю на гармошке на батарее, там, с ними чехол, там, ну, там, всяких приколов, там. Ну, это все малолетки, да, там. Мама в красном платье пришла на свидание, нельзя идти. Сигареты в красной пачке нельзя курить. Почему? Монистический цвет. Ветераны сегодня говорят, что многие зоновские нравы отошли в прошлое, в том числе ритуал прописки. Однако, так ли это на самом деле, проверить не можем. Прописка – это некий вид измывательства, на который жертва соглашается. Знаете, есть такая новая наука, сравнительно, недавняя виктимология, возникла наука о способности, о томности человека быть жертвой. Она возникла после Второй мировой войны. Это наука. Да вот, в тюрьме это, кстати, очень заметно, и в лагере тоже готовность человека быть жертвой. Вот он годится. Не то, чтобы он готов, он годится по своим параметрам. Он сломается, на него разумно охотиться, его разумно дожимать. Вот такие вот на прописку соглашались. Потому что, как бы, внешне это соглашение добровольное, ты должен прописаться в камере. Тюремный закон, как таковой, он не на ровном месте образовался. То есть это не прихоти какие-то, это выработанные жизнью правила поведения. Вот в таких вот замкнутых коллективах, в тесных помещениях, когда ты обязан вести себя так, чтобы это не стесняло окружающих. Например, сидят люди, едят за столом. В то время, как кто-то сидит за столом и принимает пищу, категорически нельзя ходить в туалет. Никак вообще. Потому что вот это одно помещение, ты там будешь издавать какие-то звуки, там вообще мы тут едим вообще-то. Так делать нельзя. Если ты считаешь нормальным для себя вот нарушать эти правила, тебя поставят на место. Но сначала тебе все объяснят. Вот одно наблюдение, которое мы сделали, снимая этот тюремный сериал. Наши съемочные группы ведь проехали всю страну, от Москвы до Колымы. И практически ни разу не слышали из уст работников лагерной или тюремной администрации ни одного слова на фене, на этом блатном жаргоне. Пожалуй, один раз в зоне для пожизненных заключенных услышал, как один офицер своих подопечных называл жулики. Хотя там сплошь убийцы сидели, как вы понимаете. И что вот еще важно, даже крупные авторитеты, воровские сегодня, матерые преступники, практически на фене не говорят, а стараются выражаться правильным русским языком. Арестантный, чекультурный пошел. 1903 год. В Одессе выходит босяцкий словарь. Опыт словотолкователя выражений, употребляемых босиками, то есть преступниками, бродягами, составлен Ванькой Бецем. Читаем. В тоске, без денег. Горький Максим, молодой талантливый писатель босяцкого быта. Зажилить, украсть. Каменный мешок, одиночная камера. Корчи, каприз. Строить корчи, капризничать. Как, когда и откуда появился странный воровской язык феня, не знает никто. Исследователи пытаются выяснить происхождение отдельных слов. Например, мент. Откуда оно взялось в русском языке? Из венгерского. Так в Австро-Венгерской империи называли плащи, которые носили полицейские. Потом слово попало в Польшу и стало означать там надзирателя. А потом и в Россию. Кстати, во времена ГУЛАГа слово «мент» почти исчезло из блатного жаргона. Его сменило слово «мусор» от «мус» – московский уголовный сыск. Кстати, для любителей щегальнуть фени. Надо говорить «мент поганый» и ни в коем случае не «мент позорный». Позорным может быть только волк. Ты меня за руку ловил, волчина позорный, чтобы про мои дела на людях рассуждать. Чит, не ругайся, Маня, ты меня молодого человека испортишь. Воровской словарик. Кичман – тюрьма, Ширмач – карманник, Хипесник – вор, работающий с проститутой, Зарядить – понюхать кокаину, Сучиной – вор, изменивший воровской этике, Жиган – наоборот, воровской герой. Ужасно был их бесконечный, абсолютно патологически отвратительный трёп. Не заснуть, не почитать, ничего, потому что идёт всё время такой вот изощрённо сексуальный матерный трёп. В конце концов, у меня просто уже не было никаких сил вообще вот в этой помойке сидеть. Чего ты идёшь? Чего тебя разбирает, дурак? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А сейчас я прочитаю вам стихи пушкинские, я вас любил. Память может подвести, поэтому на всякий случай текст. Я с вас тащился, может от прихода ещё я оклемался не в конец, Но я не прокачу под мурковода. Короче, не бздюме, любви звездец. Я с вас тащился, без понтов кабацких, то под вальтами был, то в мандраже. Я с вас тащился, без балды по-братски. Как хрен кто с вас потащится уже. Пушкин. В переводе Фима Жиганца, известного филолога и собирателя лагерного фольклора. Я ждал письма, но нет его и нету. Что делать мне, царица ты моя? Томиться дальше в тяжком ожидании? Или быть может? Да, услышу я. Из губ твоих прелестное создание. Тебя готов я на руках носить. И искупать в глубокой пылкой страсти. Тебя одно хочу, любить, боготворить. И лаской одарить такой пьянящей. Чтобы забыл, а ты... Субтитры создавал DimaTorzok 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 В Орешении избавinizу Субтитры создавал DimaTorzok Батч субтитры создавал DimaTorzok Детей идти в субтитратар 쿠л Дмитрий baixе Идея находив trudjay спеш Democrats Дмитрий Illital Субтитры создавал DimaTorzok за хулиганца, за драку, если он имеет, значит, множество татуировок, которые показывают его преступное прошлое, он пользуется авторитетом среди других заключенных. Ну вот персень, первый персень, значит, судим за грабеж по малолетке, гоп-стоп. Второй персень, вот половина короны затушенный, половина белая, дорога через малолет, а это отсидел срок полностью, ну полностью затушенный персень. Это вот вроде как палач, по тюрьмым понятиям это, который человек придерживался каких-то воровских традиций. Обычно колют убийцы, их колют, обычно они их колют. Это человек, человеку зверь называется. С одной стороны, профиль женщины, с другой стороны, профиль зверя. Ты что не делаешь? Больно не терпел. Больно, сильно. Эти места очень больные. Каждый наколк, она что-то обозначает. И не каждый наколк, ты имеешь в себе право ковы. Ну вот, одни из них будут. Ну, парусник означает то, что я вел особо разъездной образ жизни, то есть перекочевал с места на место. Ну, а вот это у меня здесь пират и череп. То есть пират это разбой. Череп нужен 102 статья убийства. Тоже, допустим, у многих арестантов есть крест на теле. Если мы все слушаем, то это крест говорит о том, что это человеку в законе. Вообще, это кельтский крест. То есть... Вот так, определенный мистический символ. Но здесь это прежде всего мишень. Перекресть и прицелы. В тот момент, когда она наносилась, говорила о том, что веду образ жизни, который равнолекозно приведет меня к печальным последствиям. Вот я вспоминаю, я начинал работать, скажем, 20 лет назад. Было какое-то такое массовое стремление обязательно сделать какие-то татуировки в местах лишения свободы. Вот. Значит, мы наказывали за это. Сейчас, сейчас, у нас, согласно нашего закона, татуировки в местах лишения свободы, они запрещены, вот именно их, что ли, их производители. Татуировки. Ну так, по закону запрещено, но... Мудряемся, все равно, делаем. Ну как, одного человека ставят на таз, чтобы за милицией смотрел, и делаем. Ну как, там, через знакомых, или через кого-нибудь находишь, кто делал, и договориваешься, там, за определенную цену, все, все, ищешь мест на рисунок, или, например, на словахом говоришь, потому что мне приблизительно тот, 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 он тебе накидывает, например, на леске бумаги, там, вот так пойдет, да, например, все устраивает. Вот столько-то, столько-то, все, нахуешь, место, где я делал, делаешь, все. Меняется все, когда с собой заходишь, даже. Не в качестве гостя, а так. Со сроком. Вот эта машинка, можно сказать, мы их не здесь. Работаю, зарабатываю себе на существование. Данную колонию, здесь все знают, что я колю хорошо. Ко мне сами идут. Кому-то переделать рисунок, кому-то новый что-то сделать. Не разница, чего наколоть. Либо платить. Вот обычная бритва, механическая, добрите. Делаешь приставочку, одеваешь пупачок, струну затачиваешь, и все, заливаешь сюда тоже пупачок. Заводишь ее, и она начинает работать. Особую дорогу. Леонардо да Винчи видать был. Ну, его же никто не видел, правильно? Ну, что, ну человек, как человек. Особую осень. И ничего не видел. Не подзвон гитаре Семистула. А под звон ключей у сторожи, Стоя у окошка ночью улой, Я прощался с матерью своей. Неужели, мама, не уснула. Неужели, мама, не уснула. Своего родимого сынка Молодым меня ты провожала, А теперь встречаясь с горьком. Не сказали, что бы зарыть землю, За печорой быстро юрикой, И старушка горько зарыдает, Обливает жгучею слезой. Не был, мама, я зарык землею, Но с землею крепко связан был, По глубоким шахтовым забоям Много, мама, горе. Так налей же, мама, больше водки, Водкою свою я грудь залью, Позабуду лагерные муки, И от счастья песня вам спою. Позабуду лагерные муки, И от счастья песня вам спою. Ну, в принципе, не секрет, что, как бы, Между камерами, то есть, существует, как бы, Называется дорога в тюрьме, в принципе, Между камерами существует сообщение. Это огромные палки, Такие, и берется там, делается веревка, И можно написать записку в любую камеру, Где можно, в принципе, написать эту маляву в любую камеру отправить, И, как бы, вот, сообщаться, как бы, со знакомыми тебе людьми. По этой же дороге можно отправить, И если где-то, вот, плохо с чаем, с сигаретами, То есть, вот, отправлять даже вот такие маленькие, да, бандероли. Ну, как бы, еще существует, Если сокамерники, как бы, вот, знают, Что он, скорее всего, выйдет на волю, То берется клочок бумаги, на нем пишется что-то, Заворачивается все это в полиэтилен. Вот, и эта торпеда, грубо говоря, ее засовывают в задний проход. В день могли кормить три раза только манной кашей. Жидкой манной кашей. Без соли, без сахара, без ничего. Манная каша. Все. Это вся была еда. Ну, вот, утро — это завтрак. Вот эта вот каша непонятная. Все, я так понимаю, из каких-то второсортных продуктов. Хлеб там второго помола, у всех там, Животами было, как бы, нехорошо от этого хлеба. Обед — это вот какой-то суп, и все пресное, и, ну, абсолютно там видно даже, Что просто какая-то вода и какие-то вот овощи плавают. Ух 、 я не так понимаю. Время — cool! Очень хорошо. Время — это не так. Время — это helfen, и, ну, обязательно. Время — это, реально. Время — это перемешать. Время — это будет очень интересно. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Люди пухли, пухли от голода. Я сам болел два раза дистрофией. Я испытал ее в двух видах. Это самый худший вид дистрофии. Я, извините за выражение, не писал, как у крови. Питание очень плохое. То, что, видимо, приносят, они там с семьями живут, кому-то что-то приносят. Вообще мы хлеб туда, сало, вот я саю сало, 3 килограмма сала. Покупаем самые дешевые какие-то продукты и посылаем. Два месяца, как бы, я ел то, что в месяц положена одна передача. Это, сейчас я не помню, но какое-то определенное количество, там, килограмм пищи, там, плюс сигареты, там, чай. Вообще мы не знаем, что туда доходит, мы ничего не знаем. Люди говорят, что доходит очень все плохо, что посылайте самое минимум, потому что все это забирается. Вот я 5 штук лимонов ему передала, я уверена, что не пойдет. Килограмм шоколадных конфет, ну, это ему не будет у него, это. Я уверена, что это ничего не будет. Ну, сахар, наверное, передадут, хлеб передадут. И, в принципе, на это питаешься, это не так часто, но, по крайней мере, у меня не было такого чувства голода, которое вот появилось потом, как бы, через два месяца, какой-то недостаток витаминов есть. И тут, и тут есть, как. Вот. Тут, по-моему, на не поздай на обед, не торопись с работы, не поздай на обед. Вот такие вот девушка дела. Можно определить по татуировкам, значит, его вкусы, интересы, какое преступление он отбывает, наказание. Какое положение занимает в преступной среде. Тематика очень и очень велика. Самая низшая категория в преступной среде, это так называемые опущенные. То есть, мужчины, которые в колонии исполняют под принуждением, чаще всего, женскую роль. Эти вот изгои, пари, опущенные, иногда спать он только под нары. И с ним не положено здороваться, взять у него, то курить и так далее. Вот такие дикие, неписанные существа. Я встречал такого обижения, у него был на лице, на кого-то, раб. Факт на лицо. Все это у него клеймо на всю жизнь. Как он встал, кто это сделал, это уже никого не интересует. И главное, что с ним это сделали, и он такой человек. Они вообще живут отдельно. Ну, как на волях называют, там, голубые, допустим. Они живут отдельно. Питаются отдельно, за столом они отдельно сидят. У них свои столы и все. У них самые низшие косты. Обижены. Я к нему могу что-то отдать. Будьте меня чай, я ему налью, его же посуду. Ну, не бойся. Каждый человек здесь ищет себя ровно. С тем, может, дарить свое личное. С тем, может, дарить свое личное. С тем, может, дарить свое личное. Ну, как, почему? Потому что я себя уважаю, меня уважают люди. Я его в авторитете. Как это так? Он даже не имеет права мне в глаза посмотреть. Подойти, посмотреть в глаза. Потому что он со мной башку отшел. Как нужно лучше подходить к людям, разговаривать с ним. Нужно всех понимать, что, и так скажешь, можем получить лицо. Некоторые с малолетки приезжают, допущены. Некоторые ребята, у них ни курить, ни чаю нет. Они сами начинают. Много вариантов. Есть вариант. Человек человеку задолжал, проигрался в что-нибудь, в нарды, в карты. И отдать не может. Ему дело в условиях. И ему приходится. Много вариантов. Почему? У меня свой свет. Устал. Устал сидеть, чтобы, во-первых, проводить много времени с артономерной дезалятрией. Это очень трудно решить. Для меня непосредственно. Ну и есть, конечно, Сергей, должностяник лиц. Плохие люди. То есть, по зэковскому, козлы или как. Козлы, осужденные, но которых поставила администрация исполнять какие-то функции, какие-то обязанности. Было время, когда я там находился, что даже ключи находились у этого континента. Они спокойно могли зайти в камеру, делать, что хотят и как хотят. Ну, слово «гозел» — это нехороший человек, короче, который может тебя сдать представителем администрации, подставить, написать на тебя докладную и так далее и тому подобное. Ну, в таком плане, короче, которые не приветствуются в нашей лагерной жизни. Ну, в счет твоего благополучия могут подставить близкого какого-то, еще что-то. А в нашей жизни это нехорошая карта. Я приехал в колонию на малолетку в январе, а на администрацию стала работать где-то в середине апреля. Как говорят на зоне, козел работал на администрацию. Он просто один раз сходил, помог администрации. После этого он постоянно стал ходить, помогать. Когда я сидел на малолетке, я хотел освидеться по УДО, условно, досрочно. Мне не удалось. Когда я сидел в ШИЗО, в штрафном интелляторе, вне соседней камеры включали. Когда я выйдал в ШИЗО, ну, куда мне обувь, сейчас ШИЗО, потому что мне разубьют голову, порежут. Ну, выражали физической расправой. Я решил, что лучше мне не выходить в колонию, потому что жить все равно хочется. Я решил написать отказ от зоны. В закрытом помещении в ШИЗО просидел 8 месяцев. В ШИЗО сидишь, там в камерах, нара, тебе больше ничего. На улице выводят раз в день на час. Лучше, чем Свобода, нет ничего. Все, слой. Ловили, ловили, поймали, посадили. Ты знаешь, что перед тем, как меня посадили, я был в бегах. Сокрывался от милиции. Моему лучше, чем свободу, ничего нет. Потому что у меня нет вокруг заборов. Если я захочу, я могу пойти, куда захочу. Два квартала. Там и смок, и будет автобус. На автобусе днём проселишься, едешь на вокзал. Но сейчас мне не надо идти, куда хочу. Я сейчас хочу пойти на автовокзал, сесть на автобус или на электричку и уехать домой. А там уже будет делать, что захочу. Дом. Я приезжаю, меня сразу... Хартридс нас пришёл, и так меня раз сразу, выдёргивай, пошли. Ну, избили, короче, нас сажают в воронок. Ну, один там, ну, деревенский, он раз за решётку. А там в воронке как два отсека. Ну, это дверь решётчая, мелкая клеточка такая. Ну, он взялся так рукой. Ну, тут три мусора сидят, один с собакой. Ну, это ничего не говоря, берёт приклады, ему по руке бьёт. Ну, я сидел рядом, вижу, но он молчит. Ну, я просто ему говорю. Я говорю, что, держаться уже нельзя, что ли? Он говорит, держитесь так. Я говорю, ну, что, за воздух, что ли, держаться? Ну, и слово за слово мы цепляемся. Ну, я его посылаю нахуй, короче. Ну, и всё. Тут он мне говорит, короче, будешь выходить последний. Я говорю, да мне какая разница, первый или последний. И уже все, когда вышли, уже Столыпин подошёл, всё. Я выхожу, а он один мусор здесь стоит. Он меня ногой бьёт вот так вот. Я с воронка... Просто я удержался на ногах. Ну, вот по этой туннели, там, пока бежишь, тебя там травят собаками, штыками колют. Там-то не видно, как они собаками травят. Они же здесь не будут собаками травить при людях, правильно? В туннели, когда заходишь, там вольных никого нет. Одни мусора, собаки, всё, там больше никого нет. Был в такой известной тюрьме, Соликамск, под названием Белый Леонид. В которой я ничего хорошего сказать не могу. В которой у меня, конечно, на всю жизнь оставил очень большое впечатление. В этой тюрьме я своими глазами видел несколько раз и смертный день. Один осуженный, он попал на Белый Лебедь. И вот в течение двух недель он не выдержал и бросился в пилораму. Это было на моих глазах. Пилорама работала, идёт в неё балан, и он вместе с этим баланом бросился в эту пилораму. Вы сами представляете, что от него осталось. Ну, что касается Белого Лебедя, там, это было организовано ещё три коммунисты. То есть посмотреть, как вот, по принципу, когда сказал Зажевский, что зэк самый скринный зэк, наверное, по этим принципу была построена эта тюрьма. Туда отправляют тех, кто с точки зрения администрации, является отрицательным элементом. Там ни окошек, ничего нет, батареи нарисованы с коричневой украской. В начале холодно, ну, про полдеревянный, никак. Кожу, ну, кодневание принеси, скажу, градусник. А там пластинка нарисована. 5, 10, 15, 20 градусов, скажу, 20 градусов, видишь, показывает. Она нарисована украской. В августе прошлого года на питание выделялось 67 копеек в день. Одного заключенного. Это стоимость 300 грамм хлева. Даже пристали не делал. Все подполковники доходят. Зашли, придраться, они ничего придираются. Вот. И начинают выручивать. Первые сведения у нас были страшные о пытках в 89-м году. Любого человека. Вор в законе он. Не вор в законе. Кто он такой? Если из него делают обмебу. Пытки совершенно жуткие. Но самая страшная пытка – это пресс-камера. То есть страшнее ничего нет. И люди, которые проходят многие пытки, когда сажают пресс-камеру, то они ломаются. То есть это когда ты сидишь среди специально подорванных заключенных, которые выполняют распоряжение оперативной части. Они с тобой могут сделать все, что угодно. И выдержать это невозможно. Ты, например, не спишь. Я сидел в КСК. Я знаю, вот. Не спишь. Ну, ты боишься спать, потому что тебя... Ну, так сказать, боишься просто этих... Я их называл крокодилами. Там, в яме. Ну, там обычный отрицательный элемент. Ломают. Ну, там бьют, беспредел. Ну, ставил, где беспредел. Пресс-каты есть, понимаете? Пресс-каты. Ну, бросают там, например, в ходе. Там сидит человек 20. Шерст. Здоровые такие кочки бросают. Что-то там могут тебя сломать, могут там обесчесть. Понимаете? Приезжают, забирают, говорят. Говорят, вот, по сравнению, на твой арест. Ну, типа камера пыток или что, как ее называют. Ну, она герметична. Сама по себе герметична камера закрывается. Вот с пола открывается, там, 3 или 4 люка. И вот оттуда вода придет. Мне вот до определенного уровня наливают они. Они могут ее полностью залить водой. Могут там определенные уровни. Смотря по твоему росту. Вот заливают ее вот так вот. Или по городу заливают. Чтоб ты не смог уснуть. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 100 тысяч больных куберкулезом. 20 тысяч больных неизлечения формы куберкулеза, это осноустойчивое. Это страшный скид. То есть обычно на антибиотическом не лечатся. Это называется инфекцией 21 век, почему 21 век? Я сам тоже туберкулезный, это болезнь мне хорошо знакома. Так что вот эта форма туберкулеза, это как раз дело рук в наш пюре. Ну вот человек заболел туберкулезом, его начинает лечить. И вдруг кончается лекарство, его перестает лечить, потом лекарство приходит, его снова начинает лечить. В результате такого способа лечения палочка становится резистентной, как говорят. Ну то есть она становится неисприимчивой к обычным инцидентам. Главный источник опасности, главный резерву именно из лагерей, потому что эта палочка Кохова выращена в наших лагерях. Вы это должны понимать, это не что-то такое случайное произошло. Эта палочка выращивалась как бактериологическое оружие в наших лагерях. Безопасность здоровья у нас не гарантирована, у нас этого нет. И поэтому, когда осужденный наносит татуировку, были случаи, когда очень заражение было, когда очень тяжелое положение со здоровьем. Выспользованный процесс после наколки, он по-любому будет. Я его никак не предотвращу. Я считаю грязь в организм попадает, она же должна там прижиться. От меня здесь ничего не зависит. Я, естественно, страхуюсь, чтобы лишняя эта грязь не попала. Я стараюсь сделать все аккуратно, чисто. Я дакал уже с жженкой. С жженкой. С жженкой принцип такой, значит, берется, клавится кабук, как обычно, с кирзового сапога, клавится в такой степени, что он превращается в порошок, вытирается через марочку. Все это протирается, и получается такая пыльца. Пыльца это разводится мочой, желательно того человека, к которому колется. И получается своего рода тушь. И колется. Я жженкой только и колю. Жженка, она чернее получается. Не расплывается с гадами. Все ярко получается. И это будет. 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 Купол обозначал, сколько у тебя судимости. Ну, допустим, два купола, две судимости, три купола, три судимости. Ну, так вот. Купола там все обозначали, какая судимость, сколько я сидел. Ну, все остальное. Ну, я делал тоже это. 8, 9. Ну, не хватает еще немного. Нет, все-таки при коммунистах лучше было сидеть. Разумно срока хоть давали. И статьи разумные были. Сейчас вот у одного там труп, труп. У него столько же судимости, сколько у меня там, 4 судимости. 4 судимости. У него труп. Ну, сколько? Ну, 7, 6, 8 лет строгого. У меня же нет ничего там такого. Мне дали 9 особо. За что? Я что, лучше там наберусь? Ну, конечно, там особо режим. Три курицы украл. Четвертый задохнул. Витька. Скляблено. Вот. Пять с половиной. Все. Три опорщиков вот этих высыпил. Пять лет. Все. А если человек убил? Четыре. Вот он сейчас. Семьдесят ему. Четыре у Васильевича. У Гриши пять. У Вороцки шесть. И все поубивали. За это меньше. Да. Сейчас все перемешал. Сейчас непонятно. Кто, где, как. Все деньги. Деньги есть, он живет. Это для меня тяжело. В принципе, были уважаемые люди. Ну, просто уважаемые люди. Уважаемые люди. Я живу по-старому. Это новое. Это уже. Скажем. Ситуация сильно изменилась и в обществе. Непосредственно внутри. Зона, все-таки, это ведь такая модель государства. Только все отношения между субъектами этого государства они обосклины. Немножко напоминает театр обслуживания. И душа моя надеждою полна. Номинации оригинальный жанр, дипломом лауреата и ценным подарком наградить младшего лейтенанта внутренней службы Корнеева Вячеслава Евгеньевича оперуполномочия оперативного отдела ИК-9. Танцевальная группа ИК-15. АПЛОДИСМЕНТЫ Иду, жую, за локалкой спешу. Ни одной новой дырки так и не настошу. И по рации с девчонки приглашается чай. Сейчас, видите, невозможно будет воров в законе. Да, ну, в принципе, знаете, у нас сейчас в настоящее время, вот сейчас, у нас нет настоящих воров в законе. Нет. Это просто, можно сказать, все покупные. Все это делается за деньги. Покупаются короны воров в законе 18-20-летними мальчиками. Имеющие недостаточное количество денег. Весь авторитет он строится прежде всего на том количестве денег или их материальных эквивалентов. Да и контингент сейчас не тот, который был в конец 80-х, начало 90-х. Сейчас одни наркоманы. Новые русские деньги. Разум не тот, зэка пошел. Я их не понимаю. Они меня. Ну, понимаете, обычно за свободу много чего ездят в лагерях. Очень много за свободу. Сейчас на свободе там, видите, что творится там, коммерсанты, правильно, новые русские, правильно, пошли. Ну, и вот это все. Я уже со свободы с удажаем в лагерях. Я не понимаю сейчас вот этих лиц, которые находятся здесь в основной массе. По моим лагерным меркам неприемлемы такие поступки, такой образ жизни. Ну, они легкомысленные, бедоответственные, понимаете. В лагерях привыкают так, как человек слово дал, он обязан его выполнить, как говорится, и доверти до конца. А у них это бедолаберно, он может слово дать, слово влять, поэтому... О-о-о, здесь все изменяет. Народ был другой. Сейчас народ какой-то злой, обоглённый между собой, не знаю я даже. Даже взять, я вижу, 81-й, 82-й, 83-й, и то было лучше. Сейчас больше идёт наркоманы. Ну, какие они наркоманы, в принципе? Они идут за продажу наркотиков. Воровки и продажи наркотиков. Воровки, воровки, воровки. Сейчас мало таких, что убийство там, грабёж какой-то. Сейчас уже не сидят. Раньше определённое место жительства, 198-я, у них была 209-я бомжи. Вот такие были статьи-то. А сейчас, в основном, где-то спросишь, за что? Ну, там букет перечит на себе. Кража, продажа наркотиков. Повстречала своим другом детства, можно так сказать. У него большие проблемы. Он болен был туберкулёзом. Нужны были деньги на лечение. Он прям срочно, он кололся, наркоман. Ну, вот обратился ко мне с такой проблемой, в общем, прям срочно нужны деньги на лечение. Ну, я не нашла другого способа, там, некоторых, там, своих сограждан, освободить от древней земного имущества. Так что, через полмесяца нас задержали. Сначала, первоначально дали семь с половиной строгого режима. На этой руке, это джин наркомания. Скушенная. Первый раз у меня, из-за чего я в этом вот ряде, кстати, нахожусь с травмой позвоночника. Спортом занималась серьёзно. Мастер спорта я погодой мужа. Была вероятность такого, что я вообще не встану. Наркотики успела попробовать. В команду спортивную уехала у вас на соревнования. У меня что-то так скучно и грустно было. Вот тогда я первый раз приехала в компанию звездей, поддержать меня, чтобы я расслабилась. Везде наркотики. Ну, это. Тоже наркомания. У меня многое в моем мировоззрении изменилось. Вообще в планах, в взглядах на жизнь. Коренным образом всё изменилось. Здесь чёрное из-за чёрное. Белое из-за белого. Видишь, отчётливо. Более отчётливо здесь всё. Обыстренное. Чувство. Всё. Здесь чего-то светлого хочется, доброго. Каждый надеется на что? Надежда. Любовь вообще прекрасное чувство. Независимо уже, где это проявляется. Симпатии какие-то возникают между людьми. Со стороны администрации, естественно, пресекается такое. Ну, знаете, например. У кого-то там подруга в другом отряде. То есть, не выйти, локальная система. Масса трудностей всяких. Но всё равно находят в их клинике. Ну, знаете, тут, как сказать, семья. Здесь есть, когда хлебничают. Делят. Единственный кусок хлеба там. Друг друга. А есть семья. Ну, как он объяснил. Которые живут половой жизнью. Ну, когда у человека на душе плохо. Он должен с ним так делиться. Ну, я лично женщина. Я, вот, противник, что ты вот живешь женщиной, да? А она лежит на... К секции лежит на кровати. Влюбляется, целуется. Это... Это мне очень приятно смотреть. Понимаете? Я женщина, должна быть женщиной. Будем престижной женщиной быть женщиной. Курить? Да, у меня ноги стоило. Ну, начала я делать их вперёд, вот, с момента задержания. Ну, всё примитивно делалось там. Уголочки, туши. Не то, что там машинки у мужчин там взяли. Змея символ власти, вот, четыре колючки, четыре года срок первоначальный. Надо было как-то психологически настроиться. Может быть, это меня побудило. Не знаю, что вот я уже стала настраиваться. Поеду в зону. Вся молодость в тюрьме. Ну, у меня наколка, ты там, вот. Я, мол, выше тебя там, ну, в этом роде, вот так. Как авторитет. Да, как авторитет, Женя. Звёзды на коленях. Это обозначение было такого, что перед администрацией не стало на колени. Вот, начало моей карьеры. И все раньше отвечали за наколки. Если ты не знаешь, как ответить за эту наколку, там, допустим, могли и руку сломать, или так и сбить просто. То есть, простой обыватель, напили такие звёзды, и ему будет очень плохо. Он мог бы просто побить. Для нас трёх газон, куда он попадет, где ещё остались старые арестанты. А в старые времена могли срезать. Ну, опять же, побили бы его тоже хорошо. И просто-напросто бы срезали на живую. Взяли бы нож и срезали его, просто привязали бы к койке и срезали на колки. Вместе с кожей. Раньше татуировки и все это, они соответствовали твоему образу жизни, но в данное время у молодёжи я не знаю честно. У них практически, смотришь на их татуировки и поражаешься. Они не соответствуют ни его образу, ни мышлению, ни его жизни, ничего. Мальчат всё, они колят всё, что им нравится, что не нравится. Раньше ты это спрашивала? Это вот сейчас новое поколение идёт. Они, ну так, одна, может, а наколка вот тоже связана, или паук с наркотиками, или игла у них наколка. Редко с наколками видишь. Это раньше, вот мы сидели, у нас в основном наколки были. Сейчас нет такого. Даже вот ни разу не видела, что кто-то кололся или просил, чтобы накололи. Нет такого. Это уже новая молодёжь, новые наколки. Там валютные они, да, всякие уже я увидела с наколками. Вот сейчас спрашивала, вот бабочка у одной наколота. Говорю, ну так что я такую бабочка обозначаю? Она уже мне объясняет, что если бабочка, значит, она идёт вот посередине места там туловища, идёт шприц. Шприц – это значит наркоман. Я потом вот в этой системе с 60-х, начало 60-х годов работаю. Да, где-то была такая вот к татуировке, ну какой-то ореол такой, знаете, даже в армии. Но вот мне кажется, что последние годы, вот десятилетия, это идёт на спад, это становится немодным. Можно массу примеров привести, когда осуждённые, освободившиеся из места лишения свободы, пытаются избавиться от этих татуировок. Тем самым они приносят, как говорится, в жертву, так сказать, внешний вид, в результате чего происходит изменение состояния кожи. Вот, но они стараются избавиться от этих татуировок. Есть. Ну вот здесь вот я выводил, вот сигареты выжигал. Ну, у меня были татуировки и остались, как говорится, стрелая от татуировки. Посмотрите. Ну, здесь была одна наколка. Здесь было. Таковое сердце, пронжённое ножом. Колется наколка людей, которые всегда готовы потянуть убийство. Колол её по малолевке, будучи, не знаю, сначала. А потом, когда узнал, я решил здесь везти. Потому что я, по большому счёту, я могу везти становиться не собираюсь. Это довольно-таки хлопотное дело. Засыпается местным органцовкой, завязывается тем же бинтом и мочится. Проходят реакции. И просто-напросто оно сжигается, и всё. Ну, как это, с наколками, там, подумаешь, так вот, опять же, замуж выходить надо. Как кольцо одевать? И то уже вот кололись так-то на этой руке, да, как это не колешь, потому что знаешь, что на это кольцо-то одевать. Уже старались как-то не колоть. Мне даже в автобусе, вот я еду, да, мне стыдно держаться за ручку. В автобусе держусь, а заперёк. Мне даже стыдно, понимаете? Вот это уже голик подходит, я не знаю, прям, ну, не стыдно на кольцо. Не хочу больше. Я эти-то постараюсь хотя бы самое с виду вывести. Потому что вот на свободе в этот раз, как-то это, или просто я взрослее, наверное, встала, наверное, вот это может всего скорее. И мне стыдно иногда, я прячу руки, убираю волосы, чтобы не видать так было на колку. Но раньше я её воспринимал нормально, что это как-то рисунок, память, там, обзор, там, или ещё что-то. А сейчас я это считаю глупостью, необдуманным всему решением, по молодости. Наколки я больше не сделала. И говорят, примета есть. Нельзя колоть человека, иначе ты его потеряешь. Ну, у меня такое получалось, зараза, что я наколол и потеряла человека. Время ушло уже. Выйдешь, как ты жил раньше, ты уже так жить не будешь. Качественные перемены не происходят. Дело в том, что то, что находится у нас, в потенциале психологическом, оно просто проходит определенную его толку. Я никогда бы не подумал, находясь на улице, только когда-нибудь переживу вот настолько редкое по силе унижение. Чувство гадливости. Здесь вовсе жизнь вовсе ставим. Как говорится, либо тебе, либо ты. Другого здесь не дано. Кто-то работает головой, кто-то работает кулаками, зубами. Другому здесь не выкоробкаться. Ну, если ты не смог выкоробкаться, значит, тебя постепенно, постепенно загоняют на самый низ. Человек, как бы, ну, пустеет, понимаете? У него ничего не остается человеческого. Он, ну, он сам себе даже не предназначен, он не знает, ради какой цели он живет, понимаете? Тогда это кончено ему. Я могу обмануть хоть кого, только не сам себя. То есть, саму себе в душу. Главное быть человеком, а оставаться. 7 июля я ухожу этого года, 20 с чем-то дней стал. Понимаете, у меня такое еще состояние, как будто я еще не освобождаюсь. Понимаете, я не знаю. Потому что я села при коммунистах, сейчас ухожу при демократах. Были деньги одни, сейчас уже другие. Поэтому, как-то, даже не представляю. Перед 4 месяца ровно ухожу, 14 гребят освобождаю. Меня ждут дома. Уже заказала младшая, купи барби мне обязательно. Потому что, говорит, это уже моя старенькая барби, мне, говорит, новая. А у нас там нету, мы живем в лесной поселке. Вот этот срок досижу и получится 9,5 лет. Время уходит. С возрастом все меняется, все понимания о жизни. В душе это все равно какой-то есть смысл тайны. Не всегда об этом слово говоришь. Вся жизнь кувырком. Вот это неисправимо. Вот это дорога через муалет. Надпись БОСС был осужден Советским Судом. Расшифровывая. Витька Теннис, это нежность и слезы. Я раб судьбы, но не лакея закона. Господи, прости мне слезы мать. Пусть будет служба пережитым уже. Но это... Все это хранит, как сопутствующая, чтобы в моей жизни она предохраняет меня. Это решетка и факты. И жизнь научит меня это спустя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok